Аудитория казахстанских вузов скоро пополнится новыми студентами. Только те, кто поступил в высшее учебное заведение по государственному образовательному гранту, свыше 30 тысяч. То есть через 4 года нынешние выпускники школ покинут стены вузов с корочками специалистов. Те, кто не набрал и 50 баллов, которые необходимы, чтобы тебя зачислили в студенты, тоже могут не отчаиваться. Их ждут частные вузы и государственные университеты, где обучают творческим специальностям. Кандидат политических наук Сагдат Адельбеков, педагог с 20-летним стажем. Доцент одного из национальных вузов прекрасно знает, как работает система зачисления, проваливших ЕНТ-экзамен. Приходили слабые студенты, вернее, выпускники средней школы, которые не набрали по НТ соответствующих 50 баллов. Мы добавляли, вернее, вуз, приемная комиссия добавляет по творческим экзаменам недостающие баллы, и, пожалуйста, он поступает в вуз. Профессор Толиубав Жумасултанов уже 12 лет учит студентов экономики в частном вузе. Сегодня у него задача зафарахтовать как можно больше абитуриентов, которые не набрали проходной балл. Он делает абитуриентам предложение, от которого трудно отказаться. Смысл этого курса заключается в том, что этих ребят готовят к будущему, к будущему году, новому тестированию. В случае получения не менее 50 баллов в будущем году при общем комплексном тестировании, их переводят сразу на второй курс. Ну, платное это, естественно. В этом году стоимость обучения 200 тысяч тенге. Многодетный папа Руслан Кусаин в более 10 лет как занимается ремонтом квартир. Когда-то Руслан мечтал получить высшее образование, хотел стать актером. Жизнь распорядилась иначе. После школы армия, потом переезд из региона в Алматы. Все ради того, чтобы получить заветный диплом. Ну, здесь чуть-чуть надо поправить. Пока желания Руслана не совпадают с возможностями. Чтобы прокормить семью, он работает руками. Поначалу Руслан даже стеснялся говорить друзьям и близким, чем зарабатывает на жизнь. Жизнь переубедила его. Юристов и экономистов в стране пруд пруди, а хороший строитель всегда в дефиците. У меня дома пятеро детей и жена. Плюс к этому и сваяк со своей семьей вместе с нами живут. В итоге пять детей дома. И если сегодня останешься без работы хотя бы один день, придется всем голодать. Поэтому не хватает времени на образование. Биолог, хиросолог или? А? Биолог, хиросолог, да? Нет, биолог, зоолог. Пенсионер Максут Мендаков тоже работает на стройке. Он паркетчик и дипломированный биолог-зоолог. Когда-то работал в заповедниках и противочумном институте научным сотрудникам. Пришел рынок с нищетой. Пришлось срочно менять профессию. Научный сотрудник – это очень маленькая зарплата. 60 тысяч тенге. Паркетчиком в последний раз из расчета 20 долларов квадратный метр мы получили по тысячу долларов за 10-15 дней. Кажется, даже навскидку все системные беды отечественного образования от школьной скамьи. В стране все еще действует закон о всеобщем среднем образовании Казахской ССР. Учителя за уши тянут слабых учеников и доводят до аттестата зрелости. Эстафету подхватывают вузы. Студенты здесь постигают азы развода и покупки дипломов о высшем образовании. В итоге страна буквально напичкана безработными псевдопрофессионалами. А торговля дипломами только набирает обороты. На самом деле это неправильно. Почему? Потому что зарубежный опыт показывает, что тот же Оксфорд Кембридж выдает собственные дипломы, но не продает государственные дипломы. Поэтому если бы таким путем идти, то в Казахстане осталось 20 частных вызов, которые уже наработали определенный опыт. Остальные бы сами по себе закрылись бы. За 20 с лишним лет независимости страна выпустила миллионы дипломированных специалистов. Правда, чиновникам админообразования, вероятно, всегда было некогда подумать об их качестве. Сегодня в Казахстане никого уже не удивишь сразу несколькими дипломами о высшем образовании и учеными степенями. Зато число просто нормальных специалистов в любой сфере с каждым годом тает, как ледники заилийского Алатау. Продолжение следует...